Мне хочется бросить веслом или топором мужчина, который поднял руку на свою женщину, это чмо. Вот тебе свечка, вот тебе священник, калачик, и посиди, значит, и там причащайся. Мне хочется бросить веслом или топором в тех, кто считает, что коронавирус – это обычный грипп, и в том, что пандемия – это заговор, и в том, что нас всех чипируют. Я сделала вакцину две недели назад, мой муж сделал вакцину неделю назад, мы оба не умерли, и мы очень хотим, чтобы пандемия остановилась. И я делала интервью с очень многими врачами, да, то есть я видела этих людей, которые там год уже просто, они просто умирают в этих больницах вместе со своими пациентами, и это страшно, потому что, ну, каждый из нас может остановить эту пандемию, да. В данном случае, например, сейчас это носить маску, это соблюдать дистанцию и обязательно сделать прививку. И те, кто этого не сделают, они будут виноваты в том, что пандемия продолжается. Первое правило – не врать. В нашей семье – это одно из главных правил, мы всегда говорим, как есть на самом деле. Если у нас нет денег, мы говорим честно, ну, Лукаш, извини, вот как бы сейчас сложно с деньгами, вот их нет. Если мы говорим, что там мама с папой поссорились, или там сейчас не самый лучший повод для разговора, мы говорим им всегда открыто, Лукаш, извини, как бы я не могу говорить, я расстроена, пожалуйста, мы стараемся не врать. Это, к сожалению или к счастью, и хорошо, и плохо, потому что ребенок растет так, как будто так и должно быть. И когда он приходит в школу, он не понимает, а почему, как бы я не могу высказаться, это же честно. Вот мне родители сказали, не надо врать, надо все по-честному говорить. Поэтому первое правило – не врать. Второе правило – ну, не знаю, мы, например, стараемся обязательно завтракать вместе, обедать вместе, ужинать вместе. Недавно к нам пришел один друг моего ребенка, его одноклассник, он пришел к нам в гости. И мы все вместе сели за стол, у нас круглый стол дома, и когда к нам кто-то приходит, мы обязательно первым делом человека зовем за стол, там, покушать, чай попить, вина выпить. И мы его тоже позвали вместе поесть, и я начала расспрашивать, слушай, а вот вы так встречаетесь? Он говорит, нет, ну вот у нас каждый сам кушает, когда хочет. И мы так удивились, а когда же тогда общаться? То есть в течение дня мы не успеваем общаться, поэтому для нас как бы это главное правило. Хотя бы позавтракать все вместе, там, окей, пообедать мы можем только в выходные дни, и вечером обязательно ужинаем все вместе, никто не ест отдельно. Это очень важно, потому что, по крайней мере, в это время, там, 10-15 минут вы можете вместе пообщаться. Третье правило – ну, если именно вот воспитание детей, то мы стараемся быть на равных с ребенком. То есть мы не ставим себя выше него, да, что он ребенок, он не понимает, мы взрослые, нам лучше решать. А опять же, пример, я недавно покупала онлайн какую-то одежду, и знакомый говорит, я говорю знакомый, подожди, я спрошу Луку, что он хочет. Она так удивилась, говорит, что его спрашивают, что он хочет. Ну, так это же ему носить. То же самое с учебой, я не лезу в его дела, это его учеба, это его ответственность. И да, мы стараемся говорить на равных, он знает абсолютно все. Когда я работала в позитивной инициативе, он, наверное, лучше любого взрослого знал, что такое ВИЧ-инфекция. Он знает, что такое наркотики, он знает, что такое, там, презерватив. Он просто недавно нашел презерватив и спросил, мама, что это такое, пришлось объяснять. Ну, там это хи-хи-ха-ха, но все-таки ему как-то объяснили. Поэтому мы стараемся быть на равных. Благотворительность – это когда ты можешь помочь человеку изменить свою жизнь. Вот Дмитрий Волошин как-то нам сказал, это не дать человеку какие-то деньги, а дать ему удочку, чтобы он ловил рыбу. Я уже не помню, в ком он это сказал, уже не так важно. Также и здесь, вот эта вот разовая благотворительность, разовые поездки, там, конфетки, паски и елки, новогодние подарки – это вообще ни о чем. Они вообще не решают проблему. Мало того, вы, по сути, выполняете обязательства государства, которое должно этих людей хоть как-то им помогать, как-то их спонсировать. Поэтому, да, она может быть разрушающей, но если это какая-то правильная благотворительность, грамотная, у нас был очень классный случай, мы собирали деньги, мальчик, у него диагноз спина-бифи, да, это болезни нервных окончаний в позвоночнике. Мы сделали несколько сюжетов и вообще не помогли. Ну вот вообще не зашло. Мы там и стендап, и музыку, ну вообще никак. Я случайно поделилась в Фейсбуке этой историей, написала, «Ребят, вот нужна помощь». И мне случайно кто-то написал, случайно все это перешло уже в российский благотворительный сайт, и мы собрали денег, и мы были с ним до конца. То есть мы провожали его в аэропорт, мама присылала фотографии из России, из больницы. Мы встречали в аэропорту, это был наш выходной с оператором, но мы вышли, потому что это было реально для нас очень важно. Там типа мы только час в аэропорту прождали, я помню, мы довезли их до дома. Но это классно, потому что, по сути, ты как бы причастен к чему-то такому очень крутому. И я очень горжусь такими моментами. Это надо как-то... об этом надо говорить. И не предупреждать. Это, конечно, предательство. То есть говорить, что у меня нет ВИЧ-инфекции, ну, это же твоя проблема. Ну, как бы, и ты несешь за нее ответственность. Да, конечно, есть дети, которые рождены от ВИЧ-положительных матерей. Я согласна, да. И до 18 лет вообще никакого спроса с них быть не должно. Ну, абсолютно. Это просто дети, которые оказались в такой ситуации. Но уже после 18 лет, когда чаще всего это происходит там, ну, скажем, неосознанно, но по какой-то причине. И ты знаешь об этом. Ну, пожалуйста, будь добрый, предупреди, и все. Ну, как-то сажать в тюрьму. Только за то, что человек не предупредил. Но это странно. Думаю, что нет. Ну, конечно, нет. Ну, это вообще. Ну, то есть, как бы, вы серьезно? Ну, то есть, ну, как? Ну, как можно вообще это оправдать? Даже если человек был под кайфом. Даже если он был в алкогольном опьянении. Даже если он на бровях просто пришел. Ну, никак. Нет, конечно, я против, и я глубоко сочувствую тем женщинам. И еще больше я сочувствую тем, кто оказался за решеткой. Из-за того, что вынужден был защищаться у нас. Насколько я знаю, то ли нет этого закона, то ли он плохо работает. Да, очень часто, когда ты защищалась от мужика, кто тебе дубасил 10 лет, ты вынуждена будешь еще потом в 8 отсидеть. И я считаю, что, поскольку мужчины чаще всего, да уж простят меня мужики, но поскольку мужчины чаще всего оказываются агрессорами, то я считаю, что мужчина, который поднял руку или поднял руку на свою женщину, это чмо. И этот мужчина должен просто гореть в аду, и ему нет никакого оправдания. Это самое низкое, самое ужасное, самое постыдное, что можно сделать в жизни, это поднять руку на свою женщину. Ну да, конечно, я считаю, что это болезнь, и ее надо лечить прежде всего. И когда мы сажаем человека за решетку, ну это как, не знаю, лишить человека жущего с ВИЧ-айровой терапии, да, начинается, что-то начинается, в общем, все это начинается. Это не очень хорошо. Другой вопрос, что в нашем государстве нет нормальных ни инструментов, ни альтернатив. Есть замечательный пример стран, где легализованы наркотики. Тот же Амстердам, я была в Амстердаме, и это замечательно, это нормально. Ты приходишь в бар, где специально обученные люди знают, что такое передозировка. Я наверняка у них там есть и налоксон, ну понятно, что они там не колятся, но я так, я утрирую сейчас, все понимают, да, я уверена, что они умеют оказывать первую помощь, они могут там какое-то искусственное дыхание сделать, ну то есть если приедет скорая, тебя не заберут куда-то в психиатрическую клинику, а тебя в нормальную больницу. Ну то есть, когда это можно контролировать, то больше шансов сделать так, чтобы этого не было вовсе, хотя мне кажется, это такая, знаешь, такая несбыточная мечта, что вот никогда не будут наркоманами. Нет, всегда будут люди, которые хотят как-то уходить в другую реальность. Ну просто вот так случилось, есть склонные там с рождения. Поэтому, конечно, людям надо давать второй шанс, не только людям, которые употребляют наркотики. Да, я думаю, что да. Да, я думаю, что да, это, ну, он же не режет себя и не поливает тебя кровью, или не ссыживает ее куда-то, знаешь, не хранит в холодильнике такой вампир, а потом она как, покушай, пожалуйста, у кровушки. Ну, знаешь, что за бред? Ну, конечно, может, ну, блин, и зубные, может, и, наверное, думаю, кем угодно может работать. Вопрос в том, готовы ли его пациенты на это. И вопрос в том, а стоит ли их предупреждать, тоже палка в двух концах, понимаешь? То есть я не знаю, что это больше этически или законодательно. Наверное, я бы хотела, чтобы меня на всякий случай предупредили, но я не имею ничего против. С другой стороны, то, что я попрошу, чтобы меня предупредили, может расцениваться как дискриминация. Меня волнует в этой стране несколько вещей. Это образование, потому что у меня ребенок, который ходит в школу, который мы меняли. А до этого меняли неоднократно детский сад. И очень много вещей меня не устраивает в этой школе. И чем дальше, тем хуже. Мало того, я вынуждена за нее платить, потому что она частная. И, конечно, я думаю, что образование в Молдове – это большая беда. Оно давно умерло, может, в 80-м году. И его нужно просто полностью менять. И это одна из самых коррумпированных сфер. Второе – это однозначно полиция. Это то, с чем мы сталкиваемся. Это каждый день, когда ты боишься подойти к полицейскому. Просто боишься. У меня никогда, например, не было проблем с законом. Но у меня как где-то на подсознании заложен страх подойти к полицейскому. Понимаешь, мне это кажется, что все. Вот он сейчас на меня наручники наденет и обязательно придерется. Это страшно. Или когда ты проезжаешь на машине и наряд полиции, и ты сразу боишься. Ты сразу думаешь, сейчас он обязательно придерется. Но не может быть. Он обязательно найдет, к чему придраться. То есть ты не чувствуешь себя защищенной. То есть полиция же должна тебя защищать, а по сути она тебя только запугивает. Поэтому однозначно какая-то реформа полиции. Просто всех, чертовой матери, уволить, поднять зарплаты и, не знаю, там везде камеры поставить. И обучать людей быть нормальными, а не полицейскими с пузом, который курит, плюется. И даже не представляется. И третье. Одна из самых больных моих тем и очень самых личных. Это хосписная помощь. Моя мама умерла от рака. Умерла она 2,5 года назад. И она умерла достаточно долго и тяжело. И я тогда поняла, что в стране нет палеотивной помощи. В стране нет ни одного хосписа. То есть тот хоспис, который есть, это только на бумаге. Да простит меня его председатель. И поэтому это очень важная тема. У очень многих людей в этой стране умирает люди от рака. У дикого. Наверное, нет ни одной семьи, которая не затронула, которая бы не затронула рака. Но все об этом молчат. И когда человек умирает, единственное, что могут ему предложить, это священника и свечку. Рядом положить и сказать, вот тебе свечка, вот тебе священник, калачик. И посиди, значит, и там причащайся. Хорошо, моя идеальная жизнь. Пускай она будет окей. Не обязательно в Америке, там, возможно, в какой-то другой стране. Я очень хочу заниматься чем-то, я не знаю, какой-нибудь огородик с цветами. То есть, чтобы не было людей. Чтобы это была какая-то природа, была, не знаю, возможно, какие-то животные. Может, приют какой-то для котов или для собак. А муж мой, Дима, я надеюсь, что он наконец-то... У него два таланта. Он очень хорошо готовит. И я мечтаю, что он куда-то откроет свой ресторан. И он еще и очень классно рисует и пишет картины. И я все-таки... Мы надеемся, что куда-то ему удастся вот как-то... Ну, то, что визуализировать. Размножать этот свой талант. Зарабатывать этим деньги. И мы очень хотим собаку большую. Это именно там Лабрадор. У нас есть у соседей Лабрадора. Ее зовут Люся. Вы уже даже знали, как иезуит. И мы все по вечерам-то ходим, как воры. А Люся там, Люся. Пускай сын занимается тем, чем он хочет. Правда. Я никогда не вижу, не видела там в нем инженера, хирурга или астронавта. Главное, чтобы он получал удовольствие. Ему нравится рисовать. Ему нравится заниматься керамикой. Там, у него какие-то там уроки хорошо получаются. Я буду... Я приму, правда, любой его выбор. Главное, чтобы он был счастлив. Чтобы он был самодостаточен. И главное, чтобы он не прожил эту жизнь зря. Потому что, наверное, это самое страшное, когда ты там осознаешь в 40 или в 50 лет, что ты был несчастлив. Ты там ходил на нелюбимую работу. Жил с нелюбимым человеком. И ел невкусную еду. Ну, как бы, жизнь, она короткая. И мы в этом все уже убедились. И, наверное, самое хорошее, это... Ну, знаешь как? Ну, чтобы тебе не было обидно, когда ты там на смертном мадре будешь, или не дай бог. 3, 2, 1... Here we go! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok